Здравствуйте, Зона Кизет! 24 апреля впервые в Казахстане будет отмечаться День Казахской национальной одежды. Встречаем его разговорами об истории казахской одежды, национальной, о будущем этой одежды и, естественно, показом. Вот гости принесли творение рук своих, это одежда, которую они сами создали. И я представляю гостей, это Арман Нурмуханбетов, председатель оргкомитета проведения Дня национальной одежды, и Муслин Жумагалиев. Художник-дизайнер, доцент Казнаэ имени Жургенева. Здравствуйте, друзья! Для начала мы никак не можем обойти вопрос, он самый важный. Почему именно 24 апреля? Что это будет за день? Я надеюсь, что традиция будет поддержана. Мне кажется, важно подчеркнуть, что сейчас на наших глазах возникает новая традиция, и будет очень здорово, если она будет развиваться. Дело в том, что мы с группой энтузиастов, патриотов думали, как же сделать так, чтобы дух поднялся у нашего народа, какое-то национальное возрождение началось. И пришла идея, что почему бы не сделать такой праздник, раз в году хотя бы, для начала. И думали, какой день для этого назначить. Естественно, что зима и лето отпадают, потому что зимой под верхней одеждой ничего не видно будет. Летом, наоборот, жарко. Вот мы в червонах сидим, летом так особо не походишь. Ведь должно быть, значит, ни жарко, ни холодно. При этом не должно совпадать с другими праздниками, чтобы не перебилось. Или идеальные выпали апрель, май или сентябрь. Мы сделали в Фейсбуке опрос. Мы просто сделали опрос. И тут, как началось в течение месяца, я лично ничем другим не могу заниматься. Потрясающий ажиотаж, резонанс пошел. И вот 24 апреля народ решил остановился на последней пятнице апреля. Каждый год последнюю пятницу апреля будем отмечать. Замечательно, очень демократичное зарождение этого праздника. Друзья, 24 апреля куда надо приходить? В целом идея в том, что не обязательно куда-то приходить. Дело в том, чтобы куда бы вы ни шли в этот день, в этот день надеть что-то казахское. Задача не в том, чтобы собраться как там боты какие-то, неформалы в одном месте, чтобы просто поржать с такими же психами, как ты. Дело в том, чтобы этот костюм, который тысячи лет жил на этой земле, чтобы он ворвался в наш быт, в наши серые будни, украсил собой своей красотой и роскошью, украсил полотно жизни привычное. И постепенно, постепенно, чтобы люди привыкали к нему. Замечательная идея. Ну, Сли, вас замечательно украшает этот костюм, но то, как вы сидите, почему вы не оденете целиком? Что это? Почему? В реальности костюм у казахов, он был чисто утилитарная вещь, да? У него было практически это значение. Они могли его хоть как-то формулировать, одевать, да? Например, взять то, что мы называем шапан или пиджак. Это распашная одежда с шестыми рукавами. Его придумали в свое время Саки. Ему около трех тысяч лет. И они с учетом ситуации, своего положения, одевали, как им было удобно. Например, таким образом, например, одеты один рукав. Они закрывали свою спину от простуды, от ветра. Но у них была одна рука свободна. Всегда для каких-то действий. Они с удобством стреляли из лука. Например, охотились на зверей. До сих пор я смотрю, например, алюты или инуиты, да? Эвенки. Они таким же образом ловят оленей. Нам надо было. Да. Нам надо было тот чай еще поставить, чтобы пиалок друг другу передавать. И чтобы и вот это было бы вообще очень уместно. Чтобы не пачкать рука. Они не будут стрелять друг друга из лука. Да. Чисто для удобства. Чисто. Мне сейчас так комфортнее, чем сидеть в стуле. Одев. Я себе так удобно чувствую. Не нужно подушку. Дел. Вашим словам особое доверие. Потому что, насколько я знаю, история вашей семьи тесно вплетена в историю национального казахского костюма. Поподробнее об этом расскажите, пожалуйста. Досконально я свою историю точно знаю. Это касается именно семьи Нарашли. Нарашли – страна моей мамы. Они занимались изготовлением вещей в обиходе, прикладные вещи. Они создавали утварь, седла, оружие. Создавали одежды, обувь, украшения. И вот последний человек, который в моей истории был, это мой дедушка со стороны. И все эти вещи в реальности, они были дома, как обычная бытовая вещь. Она висела на стене, лежала на сундуке или в сундуке. Для меня это были простые элементарные вещи, к которым я имел свободный доступ и о которых я много знал информации. И как это делается, для чего, семантика, назначение. Для меня это обыденная вещь была по большей массе. И я решил 25 годам, почему бы не заняться тем, чем я лучше его владею. Я просто создаю костюмы, и они в реальности. Я там сильно не напрягаюсь, не мучаю мозги. Они есть. Вы занимаетесь своим делом. Да, я занимаюсь именно хобби, которым приносится удовольствие. И при этом оно нравится людям. Можно добавить со стороны просто свое мнение. Просто те варианты, к которым мы привыкли. Чепаны, вот эти, да, убого смотрят. Уродские колпаки, которые выдаются под казахскую традицию. Это примитивизированные советской власти, еще на заре, образцы, которые абсолютно не соответствуют нашей традиции. И поэтому многие питают к ним отвращение. И действительно, генетически мы чураемся их. И мне кажется, именно благодаря своему и дару, и традицию, которую несет мыслим, именно те образцы, которые он шьет, это и есть реальная традиция. Так выглядели казахи 100 лет, 200 лет назад. Понимаете? И мы обязаны именно вот этот стандарт сделать, как бы, вот таким вот популярным, модным, известным и доступным. Ну, черно-золотая гамма, черно-зеленая гамма, тоже неплохо санитация. Каждая вещь, например, если взять любой костюм, начиная хоть женский, хоть муской, у нее свое развитие есть. Конечно, возрастное, региональное семантика, есть свое назначение. Такого, как у европейцев, которые, например, извиняюсь, в 17-18 веке не мылись, ну, пудрили носы и парики, да? Лишь бы одежда была яркая, пышная, то в Азии любая одежда имела свой смысл, свое место. И по одежде могли оценить, кто он есть, кто. Взять, например, ту же, ну, нашу, наш регион, например, та одежда, которую носил, например, животновод, не одевал охотник. Одежда была по-возрастным, если носила девочка, ей было там 15-16 лет, то эту вещь не одевает женщина уже замужняя, даже с возрастом старше. Многие нюансы влияли на костюм, на человека, и через костюм он доносил ху-либо информацию. Так как мы, вот, по большой массе населения Казахстана жило в степи, в степи, и не было таких естественных преград, защит, и они были беззащитны перед происходящими, не то что природой, людьми, там, народами, и по одежде они могли уже судить, кто к ним идет, как с этим человеком надо общаться, какие действия. И, поняв, кто он, можно было его встретить с учетом его понятий, пообщаться, расположить его, главное, склонно к себе. Давайте не будем далеко ходить. Да. Вот костюмы, которые сейчас на нас. Чем вы руководствовались, когда создавали именно такие модели, цветовая гамма, что можно сказать обо мне, об Армане, о вас, если следователям традиционным заложено в них? Так, вот данные костюмы, это называется жагалы-шапан, да? По большей массе это не считалось ультитарной вещью, это была нарядная вещь, его, в основном, дарили почетному гостю. Почетному гостю, или там, куда, сватьям, именно дарили гостю. Или подобный костюм носил сал, это вот у музыкантов. Исполнитель. Да, исполнитель, там у них сал и серый. Сал-серый. Да. Сал, это вот был наподобие дэнди. Он был щеголем. Он носил самые модные, самые стильные, самые... Это же потрясающее воображение. Да, да, он носил. Но мы сейчас не похожи на сал-серый. Я надеюсь, нет? Мы не выглядим щеголем. Может быть, я с длинными волосами, да? Да. И вот им дарили, во-первых, чтобы уже говорили, о, Бали Байден Шапана, такое-то сало делал Бали Байден. И он уже через этот Шапан узнавали хозяина, кто подарил. Это как была визитная карточка, в основном. Одежда несла всегда информацию. Передаривали эти вещи? Передаривали друг другу, там дальше они ходили? Шапаны, да, дарили, кроме головного убора. Головной убор и пояс никогда не дарили. Особенно головной убор. А вещи могли передаривать. А символически что человек передает, когда дарит вот такую одежду кому-то? Разные смыслы были. Даже есть негативные мысли. Есть такие, есть шапаны, там какой-то у него... А если тебе дают что-то с негативным смыслом, то ты это видишь и все равно не можешь... Нет, он об этом даже не знает. Ну, расскажите подробнее. Есть, например, многие вещи, например, когда невестка, например, ей готовят предне, ей готовят именно красный шапан. Вот красный шапан у нас носит только два человека. Это невеста и хан, понимали. И только двоих пускает по-белому. Потому что невестка, это... Вот дочь, она считалась дома гостью. А она считалась в том доме, кто будет поддерживать очаг. И когда говорили... Это имели, что если даже жених с невестой проживут сто лет, то мы и наши предки с вами роднимся на тысячи лет. И именно роль матери, она имела большой-большой смысл. Например, самая ценная, самая такая важная была вещь, это запах или вкус материнского молока. Оскорбление его считалось самой высокой честью. И у каждого ребенка, например, было до 40 дней две рубашки. Называется их иткулек. Иткулек это вместе с собачьей рубашкой перевести так грубо. Это дань еще периода Ошины, когда тюркский народ произошел от волка. Брали одну рубашку, вложили туда гостиницы, одевали на ошейниках собаки, отпускали. И это было для маленьких детей. Развлечения доставали, догоняли собаку, снимали рубашку. Поймать ее надо. Отобрать ее в гостиницу. Это было чисто для детей. Это, как сказать, один из... Примета, примета. Да, примета, чтобы у людей тоже были такие же дети, такие сладкие дни. Вторую рубашку его человек, мать складывала. И когда он проходил возраст с совершеннолетию, она ему отдала твоя рубашка, пропитанная именно молозивом, тем молоком первым. И он его прятал всегда. Прятал под мышки. В основном всегда вшивали воротник. И у казахов до сих пор примета есть. Многие не знают. Нельзя вот воротник, даже когда рубашка какая-то вещь, воротник отрывает, платья могут уничтожить рубашку, но воротник всегда берегут. Она считалась именно как оберегом, эта рубашка. Она просто пропитана материнским молоком. И вот к тему к Шапану. Раньше, до исландского периода, мать начинала шить венчальные, свадебные одежду дочери. Она его не заканчивала к свадьбе дочери. Она его одевала, дошивала его, и в нем ей хоронили. Это как у казахового выражения. Родился той, женился той, умер той. И смерть была не такая страшная вещь в жизни казахов. Это считался часть того переходного хаоса, который в дальнейшем может идти в другую жизнь. Вот такой смысл имел. Еще, в каждом регионе опять же свой шапан. Своя одежда, да, шапан. Это было все зависимо от соседних этносов, народов, например. Взять, например, людей в Актюбинск, Тургайская область, например, Уральск, то те ближе были к татарам, к башкирам, калмыкам. И многие элементы одежды прослеживались. И можно было узнать, что это человек с такого-то региона. Взять, например, регион уже Мангстау, например, Устюрт. Там уже цвет был бордовый. К туркменам, да? К туркменам, к карапакам ближе. Взять южные регионы, там уже узбекские ткани. Взять, например, регион сейчас нынешнего района Чу, Талаш, Джамбул. Там уже киргизские, в семеречи здесь уйгурские, сардские, китайские. Даже влияние было в одежду. Носили казахи даже такую одежду. Что покупали, то и носили. И что самое интересное? Шелковый путь, считай, ограничен Китаем, ближайших регионов. Нет, я когда стал изучать костюм, есть ткани, которые использовались еще в сахское время. Шелк он с региона Западной Индии, например. Были очень много, например, вещей, которые называют... Сейчас на Западе брукар. Вообще, происхождение слов брукара, это бухара. Она считается византийская, римская. Ткали в Ближнем Востоке и на Балканах. Эти ткани тоже присутствуют в костюмах. И старисты костюмов имели именно торговые связи. Но есть, были такие вещи, ультилитарные вещи. Что положено на девочки, нельзя было женщин носить. Что носил перхан. У нас сейчас повально дарят зеленые шапаны, колпаки, да? Ну да, да. Да. Родской формы. А колпаки, например, это чисто была символика власти. Его носили только верховные бии. Их там, например, пять видов биев. Его никогда не одевали на голую голову. Его одевали поверх или бург, или тахья. Но это было именно символом власти. Сейчас одевают все, кому не лень. Гнарят, кому не лень. Это было именно только символом власти. Только верховная власть. По этому головному убору можно определить, что он именно является бием. Опять же, вот эту форму высокую, они, как и сам Киле, еще с доисторических времен, с санского времени, что у них есть духовная связь с верхним миром. Вот это имеет значение. То же самое, что у нас многие артисты, несмотря на своего возраста, одевают девичьи головные уборы. Или, например, одевают мужские элементы кроя в одежде. Есть такие умные у нас, например, монгольскую или бурятскую вещь представляют как казахскую вещь. Это тоже, я считаю, не очень-то этично. Потому что есть своя идентичность. У каждого... Да, есть тюбите, например, узбекская, есть уйгурская. Также есть казахская. Надо просто знать, разбираться. Не кричать, что вот я знаю, я разбираюсь, вот пожалуйста. И эту цель мы преследуем, чтобы донести, чтобы каждый, кто себя считает, казахам, без разницы, какого он роду племени, от какого он джуза, да, чтобы он знал о своей идентичности. То, что он именно... Это его часть истории, часть его культуры. Вот как узнают же, например, японцев, индейцев, немцев, еще там немцев, еще можно понять, кто он швабский немец или селецкий. Вот именно это. Именно по костюму я могу даже узнать, да. У нас есть свое лицо. Мы просто должны его уважать, ценить. Как сказал в 15 веке Даламу V, да, он сказал, человек, не знающий своего языка, он подобен зверю, а то именно маленькому ребенку среди диких зверей в дремучем лесу, не знающий своих, своей истории, он подобен кусту, вот, перекати поле, не знающий, говорит, не уважающий своих традиций и обычаев, он подобен каплей мутной воде. И вот хочется, чтобы мы ценили, уважали именно свою культуру, свою ценность. Если говорить о сегодняшнем дне, вот вы планируете провести этот праздник, к нему люди присоединятся, как вы думаете, что произойдет, что может произойти, чего вы хотите достичь? Мы вот удивились резонансу и только со временем поняли, осознали, что вот некоторые сейчас говорят, да что там одежда, это игра, забава, да, вот мы сейчас оделись, ну, для, так сказать, фан, да, на самом деле очень мощные пласты, оказывается, за одеждой стоят. Во-первых, это сразу легкая промышленность. То есть, если вся страна в один день хотя бы будет одевать костюмы, естественно, будет легкая промышленность шиться, это работа мастерам, работа дизайнерам, работа швеем. Во-вторых, это туризм. Есть дни национальной одежды в каких-то странах, Японии, да, по-моему? Да, у них есть день кимону. В этот день со всего мира приезжать, просто посмотреть на это зрелище, как в целой страна в кимоно ходит по улице. Так, то есть, туризм. Третий пункт, это вот о чем говорил Муслим, это исследовательская часть. Мы до сих пор не знаем, как выглядит наш костюм в реале. Четвертый пункт, это дизайнерское, то есть, это взрыв творчества. На базе вот этих вот нашего наследия, которое есть, можно невообразимые формы современные какие-то, да, развивать эту линию. И, наконец, в конце концов, это патриотизм, потому что, насколько вот мы смотрим по реакциям, люди вот одевают, даже не будучи казахами, да, интернациональные коллективы уже одевали костюмы, и по их отзывам, вот именно по их словам говорят, мы впервые почувствовали себя единой силой. То есть, сила одежды все-таки несет какой-то психологический эффект. То есть, результаты будут многоплановые. Я думаю, что результатом основным, со временем, разумеется, будет то, что мы начнем чтить, уважать, носить в быту, на работу, там, на базар, в гости, куда угодно, в любой из дней. А этот день является просто, так скажем, вскрывающим вот эти пласты пока что нерешенных проблем. Я читал, что где-то в российском регионе, в Ивенке, в Бурятии, где-то вот на северо-востоке страны было принято решение, чтобы чиновники ходили в национальной одежде на работу. И это повлекло за собой очень серьезные изменения, какие-то внутренние. Точно не помню, но эксперимент такой был очень интересный и показательный. Это не эксперимент, а в приказном порядке чиновники верхнего Вилюйского луса республики Саха обязательно носят на работу свои национальные одежды. И по результатам исследований, психологи исследовали там, у них изменилось поведение, мышление, характер ведения переговоров. Я думаю, человек в национальной одежде становится, прежде всего, самим собой. Поэтому отсюда все эти изменения. Диалог Турбур. Касательно Ближнего Востока. Потому что они одели абайи, хиджабы. До 73-го года они же ходили в современной советской одежде, которую носит любой там. Но они вернулись к своим традициям, вернулись к своим обычаям. Мне еще понравились вот тайские авиалинии. Сюардессы национальных одеждах. Вообще очень приятно, когда тебе... Экзотично, коллоритно. Да, они полностью показывают весь процесс гостеприимства. Обычные стюардессы, все эти поклоны, орхидеи. Ощущение, что ты именно пришел в гости. В гости. Да. Интересно узнать об этой стране, об этой культуре. Мне помню, один момент понравился. Это была Азиада. Приехала семья с Америки. И они два года готовились. Два года готовились к этому мероприятию. Вся семья говорит на казахском, на американском. В национальных одеждах. Кто как мог, вот они одели. И это уже говорит о том, что есть интерес к нашей одежде. Цель не одеть там всех, эти шапаны, что там. Цель научить этики его ношения. Да. У нас многие вещи... Не разбираются в орнаментике, не разбираются в цветах. Орнамент у казахов очень значим был. Через орнамент шла очень много информации. Есть орнамент, который только приемлем для нижнего мира, для обуви, для ковров. Есть для одежды, есть для девочек, для мальчиков, есть для подростков. Это все-все по градациям делилось. Есть сакральные вещи, есть чисто ритуальные вещи. Сейчас много это не соблюдается. Ни цветовая гамма, ни орнаментика, ни его назначения, ни семантика. И в процессе просто хотя бы рассказать. В дальнейшем, чтобы дизайнеры могли в этом разбираться и могли уже современные вещи создавать на основе традиционных вещей. Вот взять, например, дизайнеров японцев. Ямомото, мияко, кинзо. Они все работают хоть современные. Основываются на традиционных вещах, которые с поколения в поколение передаются. Просто на каждом новом уровне осмысливают по-разному. Да, да, да. И так же нельзя законы Геральдики нарушать. Если нарушаешь закон Геральдики, у тебя герб какой-то, символы как-то не так, то это уже все замечают. Даже на уровне подсознания, по-моему, даже работает. Вот эти вот вещи, когда из поколения в поколение символы передаются, и вдруг они перестают соблюдаться вот эти вот правила, законы, то, конечно, поколения остаются отрезанными от какой-то пласта информации. Тем более наша ответственность именно вот казахов, кочевников, всех вот казахстанцев, кто живет здесь, евразийского сообщества, к уважению к своей одежде. Почему? Потому что многое из того, что является сейчас общепринятым, частью общепринятого гардероба современного, действительно, внесли кочевники. Элементарно про штаны, по-моему, все знают. Что в саднической одежде? Почему нет? Вы не знаете? Это не значит, что в штанах кочевники прибыли. Мы до аудитории работаем. Кочевники, штаны, каблук, ботфорты, прикрывающие колени, да? Вот такой вот покрой халата был популярен от Китая до Англии носили. Вот находят в захоронениях, описывают на картинках вот такие вот вещи. Они были модны, считались элитарными. Поэтому мы несем какую-то ответственность. Про это мысли может, конечно, поглубже рассказать. Я просто так, в двух словах. Если взять, например, до первого тысячелетия Азия, ближний восток на силу туникообразные вещи. Они просто брали кусок ткани, завязывали, обматывали. Обматывались. Европа, Америка, пончообразные вещи они накидывали. Каждый рукав был отдельно, привязывался, каждый штанин отдельно. Каждый элемент был отдельно. Даже если посмотреть старую графику, иллюстрацию, старинные росписи, там видно, что... Да и голышом был. Один рукав зеленый, другой красный. Это с разных вещей. Первый именно сточной рукав, распашной, это думали именно кочевники, саки. Именно придумали тюрки для того, чтобы для удобства езды на лошади, в вултилитарных вещах. Тот же, например, фрак для езды на лошади, придуманный европейским, то ли английским, то ли английским. В реальность он был придуман еще в саске. Данные находки есть в работах ученого Радлова. Он в 1932 году это нашел один к одному. До сих пор дан такие подобные вещи. Носят и алиуты, и инуиты. Такая же форма фрака. Просто под задницу положить, чтобы присесть. Первое упоминание о штанах, это когда царица Цавская в Древнем Египте шла, проверяла. У нее была такая привычка проверять стражу ночью под утро. И она когда шла, она заметила на одном стражнике вещь. Делала, кто это такие? Это, говорит, степные племена, наемные. Первое упоминание в Древнем Египте было наемные войска, которые пришли со степи. И у них были штаны. И штаны именно для того, чтобы было удобно ездить на лошади. Ковбук, для того, чтобы сидеть на стремени, загнутый носок, чтобы удобно было стрелять с лука. Естественно, и лук, и узда была придумана здесь, в регионе. Взять Западный Сибирь, наш регион. То же самое можно сказать о первых месторождениях плавки металла. Именно. Не в Китае. Самые древние находки это, получается, регион Алтая, восточный Казахстан, взять Берель, самая древняя селекция лошадей, верблюдов. Опять же, данный регион. Шла работа, если кто-то считает, что гороскоп придуман китайцами, оно в реальности было придумано на Алтае. Поделение по годам. Об этом есть информация, например, Мадена Дорана в Ириванском. архив Мадена Дорана. У них есть 36 томов Авесты. 36 томов Авесты были именно изучены, изданы в период еще до тюркского периода в районе города Аркаим. Бывая письменность, то же самое архонно-интейская письменность, которая является прородителем греческой, оттуда латинской и кириллицей. Но мы это немножко в сторону отчетного. Да, вообще, история. От истории костюма мы немножко отодвинемся. Я, кстати, предлагаю вам сегодня, наверное, 24 апреля дождемся, проведем этот праздник, посмотрим, как все пройдет. Вот, кстати, о празднике. Нужно же рассказать содержанию, что там будет 24-го. Вы еще не все рассказали, у вас еще остались какие-то сюрпризы. Давайте, конечно. Мы призываем не только в быту надевать, но по всему Казахстану, ввиду того, что пошел такой отклик, мы предложили из каждого региона выслать кусок ткани с надписями, с пожеланиями отрезанной ткани. Да, прошу прощения. Из этих отрезок будет сшит так называемый Ель-Шапан. Шапан национального единства. Это будет абсолютно такая символическая, священная, так скажем, вещь. Будет символизировать единство вот наших всего Казахстана, народов Казахстана. Осуществляйте этот пошив. вы думаете, как вы думаете, кто? Муслим, Жумоголеев? Мы его будем создавать на базе Академии Юргенова. На его площади мы торжественно со всех регионов принесут эти отрезы с ихним пожеланием. И мы из этих отрезов сошьем один Шапан. 24 апреля. 24 апреля в 10 часов утра Академия Юргенова. Так я вас спрашиваю, где собираться? А вы говорите, каждый может ходить по своей улице. Это дополнительные ритуальные действия. Понятно. Спасибо большое. Я думаю, про историю национального казахского костюма мы к ней вернемся и поговорим еще более детально. Может быть, принесете какие-то образцы. Обязательно. Как это, что символизировало, какие цвета использовались. То, что вы говорили, расширим. Друзья, 24 апреля еще раз напомню, еще раз напомню, день казахского национального костюма. Те, кто хочет присутствовать, лично смотреть, как этот национальный Ель Шапан будет создаваться, те собираются во сколько? В 10.00. Да, в Жургеннике в 10.00. Это в Алма-Ате. Милости просим. Приходите. Оставляйте комментарии. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.